По-моему, это просто свинья, животное и урод. Избить и лицо – это окей. Ау, Анна, ау. Зачем ау кричать, мы не в лицо? Я тоже могу сейчас очень грубо отвечать вам. Вы опять употребляете слова, значения которых вам не знакомы. Три высших образования, красный диплом, золотая медаль. И эта козлина еще открывает рот, что-то говорит. Ну вот Мария, она всегда не согласна. Это шоу «Поясни за», в котором два медийных героя обсуждают актуальные темы из мира шоу-бизнеса и общества. Шоу разделено на три раунда. Вопросы соперника, высказывания соперника и мнение соперников о той или иной ситуации. Тема этого выпуска – культура отмены. За и против. Я Мария Арбатова, и я за культуру отмены, потому что не все преступления попадают в компетенцию уголовного кодекса, как нашего, так и западного. И общество должно иметь регуляторы общественные. Поэтому я за культуру отмены и жажду, чтобы она мощно пришла и в нашу страну. Меня зовут Анна Калашникова, актриса, певец, телеведущая, бизнес-вумен, блогер. А я против культуры отмены. Бывает так, что люди делают большие достижения, меняют определенные вехи в истории, а их вычеркивают, практически стирают ластиком. Раунд первый. Оппоненты получают пять карточек с вопросами, выбирают по два наиболее интересных, по очереди зачитывают и отвечают на них. А с помощью кнопок гость решает, согласен он с ответом своего визави или нет. Вопрос про то, что после скандального высказывания о домашнем насилии Регина Тодоренко лишилась рекламных контрактов. Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделал для того, чтобы он тебя ударил? Она лишилась звания женщины года, она подверглась травле в интернете. После чего поджертвовала 2 миллиона рублей в фонд, ну это я уже от себя добавлю, фонд Анны Ривиной, которая сделала замечательный проект по борьбе против насилия над женщинами. Короче, красавица, на ваш взгляд, действия Регины это искреннее признание ошибки или желание восстановить свою репутацию, остаться на рынке, быть медийной фигурой и вообще как бы быть принятой в хорошей гостиной? Я могу только предположить, я думаю, что это все-таки грамотные действия ее команды. И, конечно же, Регина Тодоренко на тот момент, когда все это произошло, она, наверное, не ожидала, что так настолько на нее все обрушится резко и что это возымеет такие последствия. То есть там столько было контрактов с ней расторгнуто, я знаю, просто немножко больше, чем там написано. И, конечно же, она схватилась за голову и ее окружение, ее коллеги, которые по цеху поддерживали, да, и понимали, что, ну, возможно, она не от души это сказала, возможно, ну, там бывает, да, разное состояние аффекта, может, как-то к слову, может, у людей бывают какие-то магнитные бури, не знаю, ретроградный Меркурий. Возможно, те же самые компании, те же самые люди, которые сказали, нет, все, у вас никогда здесь не будет, предложили, а вот сделай вот так, и мы тогда сделаем несколько новостей, статьи, оправдаем, сделаем хорошую тебе публикацию, репутацию, и, возможно, как-то это вот можно будет в дальнейшем вернуться к сотрудничеству. Регина, благодаря своему уму, своему окружению, своему, наверное, какому-то сердцу, которое вот сказала, что да, вот я накосячила, но надо что-то срочно делать, она сделала все возможное, и она молодец. Ну, как бы тут не было стройного ответа, потому что сначала был ответ, у нее мозгов не хватило, потом был ответ, у нее мозгов хватило, поэтому я посередине. Ну, я думаю, что как бы все-таки мозгов там было не очень много, я первый раз услышала это имя, потому что мы существуем в параллельных мирах, да, и, в общем, конечно, в приличном обществе, как бы неаккуратно разговаривать о насилии над людьми, это значит не попадать просто в хорошие гостиные, все, они закрыты для вас. Она получила хороший урок. Я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Бывшая жена актера Марата Башарова Екатерина Архарова отказалась подавать на него в суд за избиение и получила от экс-супруга компенсацию в 200 тысяч евро. Считаете ли вы это достойной платы за содеянное? Ну, я хочу сказать, что это моя любимая тема. Я, наверное, на четыре ходила программой, пытаясь эту девушку уговорить. Это делал и ее родственник Виторган, это делал ее собственный папа, это делала вся общественность. Но она не первая, она же третья из избитых его жен. И, к сожалению, наше общество настолько как бы близоруко, что оно никаких не предприняло санкций. Вот сейчас его выперли откуда-то, по-моему, из театра Хельгауза, но при этом опять-таки формулировка была там за постоянное пьянство. Ну, и бил он ее, в общем-то, нетрезвый, и всех остальных тоже бил нетрезвый. Но, к сожалению, да, к сожалению, ничего не сработало. Я знаю, что только тренерша Тарасова высказала свое фе. Тебе слово марать сейчас никто не давал, честно. Потому что или ты извинишься на всю страну и сделаешь это тактично по отношению к женщине, к любой, которую может избить пьяный человек в присутствии своей дочки, или я отсюда ухожу. А все остальные продолжают пожимать ему руку и так далее. Но у нас масса мужчин-насильников, которые не только ходят на свободе, но и пользуются общественным признанием и никаким образом не дискриминируются. Поэтому я надеюсь дожить до того дня, когда на Марате Башарове будет четкий совершенно ярлык-насильник, и все будут отворачиваться от него, а вовсе не сотрудничать с ним. Какая должна была быть плата в данном случае? Что она должна была сделать, по вашему мнению? Понимаете, а какая тут может быть плата, если тебе сломали лицо? Она была с тяжелейшей травмой. Она эту травму засвидетельствовала, она ее выложила. Я понимаю, если бы это была какая-то бедная деревенская девушка, которая приехала завоевывать Москву. У нее богатый папа, у нее богатый дядя. Да-да, я лично тоже знаю. Она абсолютно обеспечена. Это просто на самом деле был плевок в лицо всем женщинам, которые не в состоянии подать в суд, потому что они зависимы от этого насильника, у них дети от этого насильника, у них жилье этого насильника. Поэтому, конечно, мое уважение она растеряла начисто. Это, кстати, не отменяет того, что она могла дальше продолжить развивать эту тему. Не то, чтобы давать в суд, она могла призвать к общественному мнению, призвать коллег по цеху. Но вина лежит еще на обществе, которое окружает его. И в данном случае, я считаю, что Катюшка, да, она должна продолжить работать в этом направлении, потому что избить и лицо – это окей, можно так сказать, в том случае, если человек вообще умрет. Поэтому, конечно, я против насилия вообще. Некий стендап-комик Иван Абрамов попал по травлю из высказывания о том, что поменяет свое отношение к жене, если она не похудеет после родов. Уместны ли нападки на Ивана, если его жена принимает позицию мужа? Когда она первую родила, говорили, годик, спокойно ходи, через годик уже, соответственно, будем взвешиваться. Я сразу ей сказал, я изменю 100% отношение к тебе. Я, возможно, тебе не изменю, потому что я такой отомщу за твои дополнительные килограммы. Но, конечно, я к тебе буду относиться хуже. Да это нормально, господи, мужики так созданы. Понятно, что на него обрушились подписчики, гнев высказали. Но для меня я не вижу ничего такого смертельного в этом высказывании. Ну, полгода – это нормальный срок. Мне кажется, в данном случае это круто заранее предупредить свою супругу, что все-таки он визуал, да, и ему как бы будет сложновато, если она будет там плюс 20 килограмм, грубо говоря. Если человек изначально не в ультимативной форме, а более такой нормальный, корректный, объяснил, что «Заюш, я там, мне нравится когда-то вот классная такая, стройная, спортивная». Она ему сказала, я там хочу видеть тебя без животика, трезвым, веселым. Я считаю, что это нормально. Надо таковариваться. Ну, мое личное, мне такое. Понятно. Вот вы забавно сказали, что он визуал, но, по-моему, он просто свинья, животное и урод. И мы разговариваем немножко на разных языках. Вы говорите о женщине как о неком объекте потребления, который, значит, ничего из себя не представляет, кроме того, сколько он весит, как он выглядит, как он накрашен, как у него закачаны, значит, его собственные губы ботоксом и вся остальная его фактура. На самом деле ценность человеческих отношений, она немножко в других местах находится. Это не товарный рынок. И поэтому, мне кажется, такая шутка, или даже это не шутка оказалась, это свидетельство абсолютной неразвитости этого человека и абсолютно неразвитости людей, которые как бы приходят на брачную ярмарку. Это социологический термин. Но если человек ничего из себя не представляет, кроме своего веса, ботокса и чего-то еще, наверное, может быть, но тогда это какая-то должна быть модель, которая идет к олигарху, и она, значит, быстро сменяется, другой более молодой. Но если это нормальные люди, у которых что-то есть в голове, что-то есть в сердце, что-то есть в собственной сексуальности, то, наверное, жена — это родившая жена, это не пудель, которого показывают на выставках, что вот он правильно подстрижен и так далее. Поэтому, значит, все-таки мужчина должен как-то помнить о том, что беременность и роды — это достаточно сложная как бы физиологическая история, говорить о том, что «а, сейчас на раз, сейчас все встретили» и так далее. Нет, существует такое даже понятие, которое называется, ну, в женском движении, амортизация женщины в родах, амортизация ее организма. Куча женщин умирает при беременности, даже при современных технологиях, не в Африке, а вот даже везде, куча женщин умирает при родах, куча женщин имеет осложнение после рода. Я сама лежала в реанимации. Вот, вы понимаете, о чем речь. Это про то, что вы продолжили род с ним, и эта козлина еще открывает род, что-то говорит. Я не знаю, как он выглядит, я не знаю, как она выглядит. Ну да, мы тоже, я, к сожалению, не знаю, как они выглядят. Но на ее месте я сразу бы дала бы от него деру и нашла бы нормального мужика, у кого-то, у которого что-то есть в голове, и у которого нормальная самооценка, которую он не повышает за счет того, что он вводит с собой пластмассовую куклу, которая отвечает, там, не знаю, гламурным представлениям малолетних турочек из Инстаграма. Из-за чего расстаются? Из-за того, что не следит за собой, из-за того, что не уделяет мужу внимания, начинается вот эта пострадовая депрессия, претродовая депрессия. Но получается, что мы живем в разных мирах. Может быть, просто вам посмотреть, что вот там, с той стороны стены, существуют совершенно другие люди, совершенно по-другому воспитанные мужчины, нормальные, и там никто не разводится во время, как вы сказали, предродовой депрессии. Предродовой депрессии не существует. Пострадовая действительно существует, она действительно болезненна, к ней надо относиться с пониманием, и избыточный вес, он тоже как раз оттуда. Но по статистике, разводы происходят не во время беременности, а в первый год жизни, потому что мужчине, как вам сказать, мужчине, не преодолевшему свои симбиотические отношения с мамой, а это его психологическая проблема, а не ее, ему не хватает внимания, потому что женщина целиком погружена в ребенка, она кормит, она не так сексуальна, потому что ребенок, извините, кормление грудью, это достаточно эротичный процесс, ей не хочется все время трахаться, а ему кажется, вот он пришел сейчас, и поэтому люди расстаются, если им действительно, как и справедливо сказать, они оказывают психологическую помощь. Когда вы подали в суд, подали, да? Подали в суд на Первый канал из-за участия в шоу «Розыгрыш», вы практически сами стали субъектом культуры отмены. Вас несколько лет не было в эфирах Первого канала. Каково быть субъектом культуры отмены, при том, что вы сами выступаете за нее? Да, была такая история, когда меня пять лет не звали на Первый канал, потом как-то все это рассосалось. А значит, меня разыграли таким довольно хамским образом, когда, значит, меня пригласили в турбюро, в котором передо мной там танцевали какие-то девушки. Вот, после этого, значит, раздались какие-то страшные крики и кого-то начали адски избивать. Ну, просто крики, ну, орут, орут, девки орут. Я начинаю спрашивать, что у вас происходит, а все сидят с постными рожами и говорят, крики, мы ничего не слышим. Я поняла, что либо я схожу с ума, либо они сходят с ума. Я звоню своей подруге, адвокату, Миле Айвар, которая как раз этот процесс и выиграла, и говорю, слушай, вот тут такая ботва, она говорит, быстро вызывает, значит, ментов, сейчас мы с тобой их быстренько замортуем. Вот, ну, и потом они услышали, что тут как-то дело пахнет керосином, сейчас вот эта сумасшедшая арбата вызовет ментов. Значит, мы сейчас быстро открываем дверь, прыгаем к ней с букетом, кричим программа розыгрыш, тра-ля-ля. Вот, но мне это не понравилось. Мне это не понравилось, я считаю, что это абсолютное обесценивание самой темы насилия. Я как бы против нее борюсь, там, всю жизнь в женском движении, и мы на них подли в суд. Но поскольку это первый канал, то суд московский мы не выиграли, и судья вот так вот сделав, сказала, идите, да, еще следующая инстанция. Конечно, там было задействовано телефонное право и так далее. В следующей инстанции моя адвокат абсолютно гениально выстроила обвинения. Она обвиняла их не в нанесении мне голового ущерба, там, морального ущерба, за который в нашей стране дают пять копеек. Она обвинила их в том, что они практикуют эксперименты психологические, без лицензийные эксперименты и без предупреждения вот этого кролика о том, что с ними экспериментируют. И там стояло три адвоката с Первого канала, они открыли рот и ловили воздух, потому что они не готовы... Нашли ловейку. Да, они не готовы были к этой теме защиты. После этого Первый канал вычистил все о том, что суд мы выиграли. Но пять лет вас не было все-таки. Вот как вы? Каково быть субъектом культуры отмены, если вы за ней выступаете против? Я в своей жизни пережила более серьезные ситуации, связанные с политическими выборами, с какими-то другими политическими историями. Да пофигу мне абсолютно это было. Я вон на Эхо Москвы не ходила с 99-го года. Когда я баллотировалась, они сделали мне подставу. Венедиктов сказал мне, а, ну это вот твоя гражданская смерть. Мы посмотрим, кого быстрее похоронят гражданские. Уже нет никакого Эхо Москвы, а я еще тут сижу и курлыкаю. Раунд второй. Перед гостями варианты карточек со спорными цитатами друг друга, которые они должны прокомментировать по выбору оппонента. Пояснения друг друга оцениваются с зеленой кнопкой согласия или красной несогласия. Вы поддержали Павла Мамаева и Александра Кокорина, сказав, что от них зависит наш российский футбол и нельзя исключать того, что они ведущие игроки своих клубов о чемпионат в самом разгаре. Что вы на это скажете? Я лично знала, да, и знаю, хорошо общаюсь и с тем, и с другим много лет до этой ситуации. Могу так сказать, что мне просто по-человечески, да, очень жалко ребят. Как бы я передавала им посылки. Это очень тяжелый процесс, если честно. Там долгая волокита, какие-то отправляла средства, чтобы они могли элементарно сходить в тренажерный зал, потому что им нужно поддерживать форму. Со сроками и с той жестокостью было изначально видно, что это показательный процесс, показательное дело, чтобы вот до всех дошло, до всех как бы уголков России и за пределами нашей страны. Я была против такой жестокости, потому что всегда, есть же, да, можно сделать небольшие поблажечки, да, по закону. То, что они просто сидели, я знаю, как они сидели, и играли футбол в рамках клетки, я не считаю, что это, скажем так, целесообразно было в тех условиях. Я очень далека от футбола, мне он совершенно неинтересен. Мне непонятно, почему люди с одной извилиной получают такие деньги, а там, я не знаю, академики не могут там построить себе дачу самую дешевую. Я просто, в принципе, не только пишу книжки, но и занимаюсь правозащитной деятельностью. Поэтому я против вип-губанизма. Вот когда вип попадается на каком-то грязном деле, то начинаются разговоры о том, как плохо в тюрьмах, как там тяжело играть в клетки, как там ужасно кормят, как там еще что-то делают, прописывают, насилуют и так далее. Что касается футбола, мне не очень интересно, какие там в нашей стране будут успехи. Я хочу, чтобы в нашей стране были успехи в области отсутствия криминала. Потому что ведь они, вы говорите, я им носила передачи, но они ударили же по голове не вашего близкого, не вас, а какого-то совершенно абстрактного человека, которого вы изначально обесцениваете. Они-то ценны. Но вы же не ему носили передачи, вы же переживаете, вы рассказываете, как им было тяжело для страны. А вот как ему было тяжело, мы с вами говорили об этом до эмпатии, вас как-то совершенно не очень волнует. Поэтому, в общем... Ну, это ваша точка зрения, она имеет место быть. Да, мне в принципе не нравится вип-гуманизм, когда наказывают известного человека не так известного, или именитого, или богатого, или иностранца, или еще каким-то образом выведенного как бы из общей усредненной зоны, наказывают особым мягким способом. Мария Арбатова выступила против досрочного освобождения Михаила Ефремова. Цитата. Он сидит в крайне комфортных условиях, извините, он убил человека. Освободить его досрочно это вип-гуманизм. Пьяный, будь то звезда или обыватель, не должен сидеть за рулем. Но вы знаете, освободить досрочно принимают все-таки решения органы, потому что есть возможные варианты, если человек очень много исправительных работ, как-то он исправился, оказал какие-то много всего. Там все сказано, есть закон. Я гражданин своей страны. По УДО не выпускают по тяжким преступлениям. Ну, просто в нашей стране часто выпускают. И амнистия есть, и много чего. По УДО амнистия не касается. Хоть в нашей стране, хоть во всей солнечной системе. Ну, так закон выглядит. Есть определенные. Ну, у вас романтические иллюзии по поводу того, как выглядит закон. Я считаю, что в принципе дали мало. Мне, конечно, жалко его как человека талантливого, как человека, безусловно, больного алкоголизма. Больного? Еще больше мне жалко его ремки. Ребенка. Еще мне жалко его близких, которые, по-моему, переживают больше, чем он. Но, тем не менее, как бы преступление должно быть наказано. Я считаю, что во многих странах мира это уже тоже принимается. Да, состояние аффекта. Проверяют человека деменция, не деменция. Я считаю, что все равно человек... Вы опять употребляете слова, значение которых вам не знаком. Состояние аффекта это другое. Деменция это третье. А человек глубоко пьяный, глубоко пьяный человек, это не имеет никакого отношения тех, у которых напился до свиней. Да, много факторов. Я просто привожу пример, что в уголовной и вообще практике за границей, будем уже так говорить, За какой границей? У нас много разных границ. Америка, Европа. А значит, в Америке и Европе абсолютно... В Америке вообще федеральный законодатель. Давайте вы будете говорить о том, что вы знаете. Вам его жалко. Федеральное законодательство в каждом штате все равно разные сутки. Есть суд присяжных. Я имела честь пожить и там, и там. И знаю, каковы... В чем вы понимаете. Я понимаю, что вам жалко Михаила. И мне жалко Михаила. По-человечески мне его очень жалко. Но мне жаль человека, который умер. в данной ситуации. Но я говорила все-таки за другое. Переживайте за Михаила, а не за детей того человека. Он болен, да? И я хотела, чтобы в его лице была все-таки еще раз поднята вот эта тема. Какая? Алкоголизма, наркотиков. Куда поднята? По максимуму. На государственном уровне. Потому что такие люди, их он не один. Понимаете? Их очень много. И не только в среде, как вы говорите, вип-гуманизма. Среди простых людей. Их очень много. Я уже... Смотрите, не торопуйте. Да, поэтому в лице его... Ау, ау. Я имею право высказывать свое мнение. Зачем ау кричать? Мне не в лицо. Я тоже могу сейчас очень грубо отвечать вам. Я с вами очень довольно корректно общаюсь. Очень много воды. Вы считаете, что это вип-гуманизм? Нет, я считаю, что немного воды. Я считаю, что это не вип-гуманизм. Есть определенные факторы, по которым человеку могут сделать те или иные условия. Раунд третий. Перед гостями одна общая карточка ситуации, в которой находится вопрос, напрямую связанный с темой дискуссии. Позиции друг друга оппоненты также оценивают при помощи кнопок. В Голливуде культура отмены жестко применяется к знаменитостям, которых обвиняют в домогательствах. Их лишают наград, разыгрывают контракты, разрывают контракты, вырезают кадры с их участием из фильмов и стараются не иметь с ними дел. В России же культура отмены не работает в случаях с домогательствами. Взять хотя бы скандальную историю певицы Ани Лорак и продюсера Константина Меладзе или актрисы Елены Прокловой и режиссера Олега Табакова. Ну, в данном случае вообще разный менталитет, разная культура. И, конечно же, у них более прогрессивная демократия. И поэтому культура отмены, она все-таки более жестокая и более действующая. А в нашем менталитете мы больше, скажем так, к Азии. У нас более менталитет покорный. Все-таки надо брать историю. Исторически. Татаро-монгольская ига, цари, правители и так далее. Поэтому все-таки народ вырос из поколения в поколение. Передаются определенные другие ценности. Сколько лет в США? 200. Молодец. Но, конечно, в курсе. Три высших образования, красный диплом. Да вы что? Дело не в том, я пожелаю там и там. Дело не в этом. Кто там живет и кто все это дело развивает. Они считают себя демократичным обществом. Я считаю, что у нас культура отмены она пока не настолько развита. Потому что в России культура отмены только зарождается. Она в стадии ребенка еще практически. И она еще не с такими жесткими чертами. Она будет развиваться, расти. И я надеюсь, что она вырастет в свой путь, в свою культуру отмены не прозападную. Если она будет расти и развиваться, значит она вырастет в западный путь, потому что третьего не дано. Разве что марсиазм. Почему же не дано? Мы так всегда считали. А на самом деле кто-то тоже когда-то считал, что земля не вращается вокруг солнца. Я в рамках логики рассуждаю. Кто-то раньше тоже говорил, что третьего не дано. У нас все-таки программа, мы имеем право иметь все свои точки зрения. Ну да, но когда они не вне... Мария, она всегда не согласна. Нет, я не согласна, когда льют воду и когда не могут реальные просто простые вещи объяснить русским языком. Потому что смотрите, но на самом деле еще и вопрос для вас подставленный и путанный, потому что я вот не знаю, что там с Аней Лорак был. Константин Меладзе предложил мне сотрудничество. И дальше не последовало никакого разговора. он просто оборвал все трубки телефона и всем своим знакомым запретил со мной общаться, потому что я не приняла его условия работы. Я не хочу о них говорить. Они находились в личной плоскости. Но мы взрослые люди, мы понимаем все. А вот с Прокловой там же... Я тоже в курсе. Нет истории как бы отмены, потому что никто уже не отменит Табакова, никто не отменит страшную историю ее растления. Единственное, что вот люди, которые работали в Амхате, которые все это видели, которые все это покрывали и считали это нормальным, вот им может быть стыдно, но им не стыдно. Они все кричат, сама, значит, сама полезла ко взрослому. Маленькая девочка, как всегда, значит, подле люди оправдывают педофилию. Но на самом деле, как бы культура отмены на Западе, она абсолютно правильная. Никаких перегибов в ней нет, потому что суды по клевете никто не отменял. Были случаи, когда люди просто в судах доказывали, что, значит, обвинения не имеют под собой смысла. Но в нашей стране, на самом деле, самое громкое дело связано с депутатом Слуцким, который, значит, домогался трех девушек, журналисток, и одна из них записала даже это на аудио. Почему они не подали в суд? Все очень просто. Потому же, почему на Жириновского, у них ночью быть помянут, тоже не могли подать в суд две избитые им публично женщины, потому что существует депутатская неприкосновенность. И вот в этом как бы стыд и позор того, что любят называть третьим путем. Никакого третьего пути не существует. Существует путь варварства и существует путь как бы цивилизованного общества. Пусть даже дискуссия была очень жаркой. Иногда мы друг друга, скажем так, пытались уколоть в чем-то, но я считаю, что в споре всегда рождается истина и всегда должно быть несколько точек зрения. Я никогда не боюсь этого. Пусть моя точка зрения, может быть, скажем так, будет не самая популярная на сегодняшний момент, но благодаря ей возможно найдутся какие-то небольшие нюансы, благодаря которым мы сможем двигаться дальше. В целом, культура отмены важнейшая вещь, о которой надо говорить, говорить и говорить. И очень правильно, что значит выбрана была собеседница из, как вам сказать, из другого мира, из мира эльфов, из мира тусовки, в которых как бы знакомство там с футболистами заменяет оттенки их преступления или там один съемочный день с насильником заменяет, тоже размыливает картину мира. И, в общем, ну, в ее мире это как бы, наверное, правильно, но я, значит, старая правозащитная бабушка, нудная, противная. По мне преступник должен сидеть в тюрьме, по мне насильник должен как бы иметь свой четкий приговор. Я уже не говорю об убийце. Давайте одинаково жить по законам, потому что завтра эти люди наедут на вас, завтра эти люди по пьяни и забьют вас, завтра эти люди будут домогаться ваших там дочек, внучек, жен, там, сестер и так далее. Я хочу жить в стране, в которой все отвечают по закону одинаково. И, в общем, во многом моя жизнь посвящена этому. Тебя, так, ну, я буду смотреть на ю, Продолжение следует...